поздравляю всех с воскресным днем с божественной литургией сегодня пятая неделя по пасхе который вспоминается самарянка и беседы в господа иисуса христа с нее колодца также сегодня в этот день в пятую неделю великого поста пятую неделю по пасхе также празднуется идет по празднество по приполаге при половине мы уже не уже говорили об этом празднике о том что это связано с событиями и ветхозаветными и теперь еще новозаветными и с тем что господь вышел на проповедь и его проповедь не была услышана или была непонята или даже была отвергнута иудеями и тем самым праздник при половине новозаветный говорит нам о том что христиане следующие за спасителем они пытаются пытаются понять следует за ним и для них слова спасителям это слова особенные это слова сказанные всему человечеству сказанные церкви сказанные каждому лично и те слова которые спаситель сегодня сказал самарянке слова о воде живой как мы слышали в снегсаре они понимаются разными отцами с разных точек зрения для различные пользы они понимаются и конечно же эти слова и буквально как бы было сказано о пяти мужьях и соответственно здесь речь идет о том что самарянка внутренне пребывает в состоянии покаяния и в этом состоянии признает свою немощь и осознает кто она есть и видимо всегда осознавала и поэтому встреча со спасителем была для нее логическим жизненным итогом для ее спасения также пяти мужья говорится как о пяти чувствах которые также прибывают в некоем заблуждении или находятся в страстных желаниях и соответственно господь очищает эти чувства от страстей омывает водой живой или говорится еще подруг по разному о пяти там заповедях или о шести заповедях у некоторых отцов которые были даны человечеству в разные эпохи истории но также и для каждого из нас мы понимаем что самые различные наши привязанности это тоже такие наши страстные движения душевные движения ума и и для современных христиан может быть важно важно помнить о том что мы очень часто прирожаемся различным идеям и идеологиям и мы мечемся между ними кидаемся от одного к другому ищем спасение то в карьере то каких-то земных наслаждениях которые нужно успеть совершить до определенного возраста потому что потом уже ничего не получится и будет не так вкусно либо это какой-то идеал семейной жизни которые мы сами себе сложили или идеал взаимоотношений с детьми возможно это выражение в творчестве и еще в чем угодно и и самые различные наши вот эти вот устремления они и представляют собой образ тех мужей которые на самом деле мужьями не являются единственный жених для церкви это спаситель единственное кому мы можем устремиться и рядом с кем найти успокоение спасение и обойти самое главное себя настоящих это иисус христос это вода живая о которой господь сегодня говорит это вода не просто вода учения это сама кровь спасителя та вода живая это причастие которого причащаются христиане и вкушающие бога обретают особое течение внутри своих жил господь течет в нашей крови господь соединяется с нашей плотью и это сильно самый высший образ бракосочетания которое может быть и поэтому даже таинство венчания в церкви существует только потому что существует бракосочетание христа и его церкви и образ соединения мужчины и женщины это тоже образ прежде всего христа и церкви как мы слышали и можем прочитать в последнем к мечанию и люди вкушающие спасителя вкушающие христа они становятся тем самым потоком который движется вместе со спасителем мы как бы входим в ту реку который господь нам уготово но как мы сегодня еще слышали в разговоре уже с учениками спасителя когда они пришли недумевали почему они хочет есть мы понимаем что господь сказав открытые слова ученикам открыл кое-что и нам если мы питаемся богом живым самой жизнью то каким-то образом и почему-то господь избрал питаться человеком питаться его раскаянием его покаянным состоянием его искренностью его любовью к спасителю любовью бескорыстным почему господь так решил мы не знаем но господь избрал себе и в пищу наш чистый ум наше искреннее устремление наше покаяние наша любовь поздравляю всех еще раз сегодняшним днем причастников поздравляю с приятелями святых рытащих хрестовых хрестовых ангел-охранителя